Очередным солёным ароматом, с которым я познакомилась, стала новинка прошлого 2019 года парфюмерная вода Vanilla Vibes, ванильные флюиды от нишевого бренда французского Juliet Hezegan. У меня официальный пробник, выглядит он немножко напоминает коробочку для спичек, коробок спичечный, на передней поверхности по белому милованому картону, не глянцевому, название бренда чёрным шрифтом и название композиции красным шрифтом. На боковых поверхностях по чёрному фону, белым, очень простым кеглем набрано название парфюмерной воды Vanilla Vibes и объём пробника 1,7 мл. Он стандартный, в принципе, для большинства брендов. На дне мы видим различные меры предосторожности, информацию о том, что пробник произведён во Франции. И сверху, на крышечке, на верхней поверхности коробки, название бренда и парфюмерной воды. А вот сзади много всякой интересной, полезной информации. Сверху мы видим красным шрифтом название парфюмерной воды, чуть ниже фотография того, как выглядит полный формат, очень красивый прозрачный флакон, внизу градиенты жёлтого, вверху градиенты голубого, песок и голубое небо, и между ними, видимо, раскалённый воздух, такая немножечко белая прослойка. И основная концепция, тоже красным шрифтом выделена, ваниль встречает морскую соль. Действительно, аромат посвящён необычному сочетанию морской соли и негурманской ванили. Далее следует описание. Аромат создан Романа Ричи, проправан Камнина Ричи. Ванильные флюиды являются сочетанием двух противоположностей. Афродизиак, натуральная ваниль, перемешанная, переплетённая с атмосферными флюидами морской соли. И информация о том, что это выражение чувственного, мощного и женственного аромата, свободная женственность, которая готова для подвигов, для приключений, путешествий. Дальше идёт перечень ингредиентов, информация о том, что это парфюмерная вода, и о том, что пробник не предназначен для продаж. А внутри мы видим обычный белый картон. Пространство разделено перегородкой на две половинки. И вот так вот выглядит пробник. Очень тонкий, из белого прозрачного стекла, напоминает какой-то кристалл. И можно увидеть, что жидкость, она такая чуть-чуть сероватая, как характерно вообще для тех парфюмерных вод, которые содержат в себе абсолют ванили. Из информации на пробнике, чёрным шрифтом название парфюмерной воды, концентрация и название бренда. Белое сопло, чёрный пульверизатор и трубка, которая практически касается дна. Немножко не достаёт. По поводу пузырьков. Как ни странно, здесь в основном они средние по размеру. Но есть небольшие, и в принципе можно видеть, что жидкость, она слегка маслянистая. И распыляет... Так, сейчас уберу коробочку. Очень хорошо. Очень мягкое распыление, мелкодисперсное. Ну, немножко крупных капель тоже встречается, но это не так страшно. По поводу самого аромата. Он посвящён фестивалю Burning Man. Это фестиваль, основная концепция которого – свобода самовыражения. Проводится он в городе, который является временным городом. Он строится только на время проведения фестиваля. Называется он Black Rock City. И расположен, соответственно, в пустыне. Black Rock в штате Невада, США. Там собираются свободные художники и устраивают фестиваль, в течение которого проводятся концерты, театральные представления, различные инсталляции выставляют художники какие-то. различные… даже не знаю, как это ещё можно назвать. В общем, кто как может, тот так и самовыражается. То есть и дизайнеры туда могут приезжать с какими-то своими нарядами. И люди одеваются как хотят, ведут себя как хотят. То есть там декларируется полная свобода самовыражения. И в конце этого фестиваля сжигается огромное чучело человека. Собственно говоря, это и есть завершение фестиваля Burning Man. Но многие инсталляции тоже сжигаются. И вот этому фестивалю посвящён данный аромат. Как раз можно увидеть, наверное, на этом рисунке, где у нас изображён полный формат флакона, то, что жёлтый цвет символизирует пустыню, а голубое небо и вот между раскрытой пустыней и голубым небом, собственно говоря, и происходит всё это бейство. И надо сказать, что у Романа Ричи есть собственное видение концепции, которую он вкладывал, естественно, в этот аромат, потому что он является и парфюмером, и владельцем бренда. Он описывает задумку этого аромата следующим образом. Точнее, тот образ женщины, который он воплощал в данной композиции. Потому что все композиции, они посвящены какому-то определённому типажу женскому. Футуристическая амазонка, танцующая с дьяволом под ванильным небом в калифорнийской пустыне. Объятая электроритмами, она предлагает своё покрытое серебром тело богам блаженства. Ванилла Вайбс, гимн, приключениям и свободе. Но, если честно, если бы я прочитала это описание до того, как я заинтересовалась сочетанием соли и ванили, я бы, наверное, этот Ромник никогда не приобрела, потому что, во-первых, амазонки, предлагающие себя богам блаженства, это для меня нонсенс. В амазонок немножко другое было видение мира. Ну и танцы с различными фермерональными сущностями меня тоже немало не прельщают. И поэтому вряд ли бы я познакомилась с этой композицией. Но, к счастью, либо нет, я это описание прочитала уже, когда готовила материал для съемок видео. Поэтому сначала всё-таки меня заинтересовало сочетание нот. И надо сказать, что аромат оказался именно таким, каким я себе его и представляла, даже немножко лучше. Верхние ноты – это нота морской соли. Соль непростая, называется она fleur de sel – солёный цветок, солевой цветок. Это разновидность морской соли, которую собирают побережье Франции, Португалии и на Майорке всего лишь три месяца в году, с июня по август. И образуется эта соль при повышении температуры воздуха, когда на поверхности солёной океанической воды под воздействием тёплого воздуха происходит кристаллизация морской соли. И эта морская соль, этот сорт соли, fleur de sel, имеет форму кристалла, который напоминает цветы. Называют этот сорт соли плодом солнца, воздуха и воды. И её собирают исключительно вручную. Переработка ведётся вручную. И особенность этой соли заключается в том, что во время вот этого высаливания, кристаллизации этой соли, между кристалликами попадают ещё и водоросли, денолея лосолина, которая придаёт особый специфический запах этой ноте морской соль. Но, если честно, то какого-то особого запаха я не заметила. Это приятная, лёгкая морская соль. Напоминает запах, ну, наверное, на берегу моря можно почувствовать такой запах. Немножко пахнет водорослями, морской солью. Такой приятный морской воздух, нерезкий, негрубая соль, очень мягкая. В сердце ароматы абсолют ванили и ноты орхидеи. Надо сказать, что я не могу назвать старт именно солёным. Скорее старт солёно-ванильный, может быть, напоминает запах солёной карамели. А уже потом, ближе к сердцу, нарастает громкость ванильного блока и появляются цветы. В данном случае это орхидея. Красивый цветочный запах с кислинкой и с небольшими фруктовыми оттенками. В базе у нас сандал, бобы тонкая, бензоин и коричневый мускус. Бобы тонкая придаёт лёгкий карамельный оттенок нашей ванили. Бензоин – это смола, которая сама по себе имеет ванильный запах. И ближе к базе аромат становится чуть-чуть более смоленистым, более бальзамическим. Коричневый мускус придаёт теплоту. Никаких животных нот здесь не ощущается, но запах очень мягкий, очень тёплый. Ну и сандал тоже ощутим ближе к базе. В итоге мы имеем композицию с достаточно ярким шлейфом, который держится практически сутки, в которых в равных пропорциях лёгкий солёный запах моря, приятная ваниль, чуть-чуть.